Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои хорошие! С вами снова я, Похититель Ароматов. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И сегодня с вами мы будем смотреть прекрасную ковровую дорожку MTV European Music Awards и другие дорожки тоже. Потому что на European Awards было мало нарядов. А вы говорили, что там много нарядов, а там мало. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте пальчик вверх, то бишь лайк. Оставляйте комментарии. Делайте репост этому видео. Отправляйте его во всякие соцсети и чатики. Подписывайтесь на мои соцсети. Покупайте мерч. Покупайте рекламу. Заказывайте коллаборации. И, конечно же, поздравления с днём рождения. Так что, друзья, поехали-погнали! 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 Короче. Итак, друзья, первый вот. Наша парочка. Боже! Это супер плавец в Том Дейли. Это была премия GQ. Мужчина года. Том Дейлюшка и его муженёк. У них уже там детки есть. Такая парочка. Просто супер. И муженёк такой, типа, я буду стрейтиком. Я буду стрейтиком в чёрном. Потом Дейлюша просто нацепил на себя всё. На тоби, боже, шо мне не гоже. Понимаешь? Ну, у него такой хороший размер ножки. Такой прям ножиська такая, знаешь. Можно сказать, рабочая ножка. Ну, и тут какая-то мерзкая сумочка такая, знаешь. Ходить на рынок с ней. Прятать в ней зарплату. И на рынок ходить. По чуть-чуть вынимать денежки. Такие... Какой-то гольфик со звёздочками. Ужас. Гольфичек со звёздочками. Это нечто. Ну, и зубки унитазы. Зубки унитазы. Это прям моё любимое, знаешь. Зубки унитазы. Ну, шо я могу сказать про зубочки унитазочки? Лучше, лепше. Просто понятно, почему с Украины вывозят унитазы. Потому что они... Украинский фарфор. В нём в составе есть уникальный компонент. Гиполергенный. И потом эти вывозятся унитазы. И уже дробятся на зубные импланты. Понимаете? Они хорошо приживаются. И очень натурально выглядят. Вот откуда идёт воровство украинских унитазов. Понимаешь? На зубки вот таким вот оторвом. Ну, что я могу сказать? Это загнивающая Европа. Реально Европа загнивает. Вот, посмотрите. Ужас. Говорят, они свингеры. Ищите. Пакет нужен. С вас 479 рублей. Слышишь, Люсечка, я тебе так на обеде не показала. Покажу сейчас. Смотри. Вот мы с Константиновичем развлекаемся. Здесь он меня, значит, воском голенькую поливает. Здесь, смотри, он в меня дополнительный стимулятор вставляет. А здесь, смотри, я ему колечки зажимные везде понадевала. Посмотри, какой сочный, какой венистый. Ой, Людмила Трофимовна, как не кстати. А что я крайняя? Все с телефонами на кассах сидят. Все разговаривают. А я всегда крайняя, да? Завидуешь мне флегидно. Ведь ты знаешь, что я благодаря секс-шопу, fabtime.com.ua, на второй медовый месяц полетела с Константиновичем. Понимаешь? Мы вчера кровать сломали, понимаешь, с Константиновичем. Я спасла наш брак, поняла? Иди в зал работай. Надоело уже. Так вот, Люсечка, смотри. 718 рублей с вас. И, пожалуйста, без сдачи давайте. Слышишь, Люсечка, на сайте этом, fabtime.com.ua, где я все эти секс-игрушки заказываю, будет грандиозная распродажа на Черную Пятницу. Куплю у них бандаж, и буду я развратницей. Алло, Алло, Кристиан Грей. Ты скоро будешь дома? Твоя раба любви заказала новый приколдес на fabtime.com.ua. Беги скорее домой. Так, ну что мы тут имеем? Ого, Господи. Помилуй нас всех. Ох, Константинович уже идет. Константинович, заходи, твоя куколка готова превратиться в бабочку. Неси сюда свой хоботок. Магазин интимных товаров fabtime.com.ua. Это все, что тебе нужно на Черную Пятницу-Развратницу. Ссылка на сайт в инфобоксе. Пять из десяти. О, Боже. Какая фильм ужасов. Хоррор. Выходит новый хоррор. Боже. Посмотрите. Такая синяя дилда. Это муж Мистик. Это муж Мистик, да? Бля, посмотри. И тоже Живанши. На GQ там был какой-то спонсор Живанши. И всем давали аксессуары, одежду Живанши, я так понимаю. Короче, смотрите. Он весь синий. И у него фиолетовые перчатки Prada позапрошлого года, которые все очень любят. Часы, Боже. Часы, украшения. Ну, что это? Это такой червячек Джим. Поняли? Боже, червячек Джим. Сейчас, что, 98-й год? Это червячек Джим, чтобы вы понимали. Вот и все. Вот и кончилось лето. Это червячек Джим. Понимаешь? Ой, я не могу. Эти цепи. Замочки. Ну, выглядит прикольно. Выглядит прикольно. Выглядит класс. Выглядит супер. 10 из 10. О-о-о. Значит, два варианта. Либо она дерзкая. Она дерзкая. Либо она просрала рубашку. Раньше под такое надевали, а? Такую, знаешь, белую рубашку аккуратную, красивую, отглаженную. Сорочку. Сорочку. А сейчас без нее. Ну, такой идет комбинезон. На бретелях. На бретелях жирных. Две пуговки. Боже, эти гипюровые перчатки сюда не подходят, дорогая. Дорогая. Что ты вытворяешь вообще? Что ты себе думаешь? Посмотрите. Посмотрите. И она такая вам берет и там по ободку чашки вводит. Или шина. Что она еще может делать? Этой грязью под ободком собранной. Где-то еще. У изголовья кровати вытирает. Ага. Чтобы спали и впитывали всю красоту. Ну, что я могу сказать, дорогая. Как раз она гипюр, знаете. Не могу остановиться. Этот гипюр капроновый. Он же такой, типа, как ершик. То есть, представляю, как хорошо им скоблить ободок. Миллионы здесь идти. Дальше. О, смотрите, какое красивое платье. Металлик. Вот такой красивый металлик. Да, это сейчас модная тема. Значит, вот эти металлические части делаются. Вот, смотрите. Вау. То есть, идет такой бюстик из металла. Очень красивый. А сверху вот так обтянута черной тканью. Мне нравится. Миллионы здесь идти. Ну, так, знаете, не просто вульгарность сделана. А прям рубрика контемпорария. Рубрика контемпорария. И рыбий хвостик. Ну, пусть будет рыбий хвостик. Ради бога. Так столько старались с этим платьем. Уже не будем придираться. Ну, конечно, этот шлейф, как будто, знаешь, портниха забыла отрезать. Кусок ткани. Миллион из десяти. Очень красиво. О-о-о. Это ваша любимая зумерская певица. Они шика, они шука. Они ебунчик. Они в душе не ебу. Короче, бля, я ж пизду его твои маты. Хочется верить, что это образ. Хочется верить, что это актерская игра. Что это, что это образ. Понимаешь? Ну, парик дешевый, как у... Ну, короче, Леди Гага такая. Леди Гага какая-то дешевая. Ну, как дешевая? Леди Гага первые десять лет карьеры вообще дешманит заносил. Парики за два доллара. Здесь то же самое. Ну, зумеры, наверное, тут зумеры лайк ставят. Зумеры обдралачиваются сейчас. Да, зумеры? Напишите под видео. Вы обдрачиваетесь? Ах... Ноль из десяти ужин. Ну, что это такое? Какой-то, блядь, растерзанный клоун. Как будто в цирке тигры выбежали случайно. Растерзали клоуна на манеже. Понимаешь? Разорвали клоуна тигры на манеже. И клоун такой... О, что? Меня разорвали? Ноль из десяти. О, рубрика «Миллениалы». Ну, что фанаты самого расистского и ужасно дискриминационного сериала, друзья. Мэтью Перри. Вот что делает с людьми алкоголь и наркотики. Не принимайте. Не повторяйте ошибок, Мэтьюша. Посмотрите. Вот эта вся рыхлость. Припухлость. Вот эти маленькие щирящие глазки. Фу, я не буду на себе. У меня не так все. Слава богу, что у меня все не так. Я просто, ну, типа, я кривляюсь, потому что здесь солнце, знаете, 50 киловатт светит. Захотелось вам поснимать таких солнечных видосиков, прикиньте. Захотелось реально вам поснимать таких классных солнечных видосиков, понимаешь? Именно классных. Именно с натуральным освещением. А то, я знаю, вот в зимний период все, ну, да и вообще блогеры все снимают на искусственном освещении. Я считаю, что это позор. Я считаю, что это кринж. Следующий слайд. Мэтью Перри закончился. Ну, вы вдохновились им, да? Вот. Руни Мара и это из сериала Корона, наша королевка. Посмотрите, какие классные девчульки. У Мары такой черный стайл. Уброватая Мара такая нежная. А посмотрите, какая это нежная. Две нежные кукол дочки. И такое необычное платье. Вот этот сейчас гравировочный принт. Он так популярен. Он так классно приживается в моду. Входит. Короче, молодцы. Смотрите, вот они две. Умнички. Очень красиво. Супер класс. Обожаю такую тему. Обожаю. Дальше. Сара Полис сняла фильм Вимен Токен. Руни Мара, Кверфой, Джессика Бак. О, тут поприходили все, понимаешь. И ваша любимая Оливия Вайлд. У Оливии Вайлд, смотрите. О, у нее тоже платье с металлическим бюстиком, а дальше черное. Но у нее в сто раз хуже, посмотрите. У нее огрызок. Огрызок из школьного альбома, понимаешь. Вырвано из контекста. У нее просто какая-то дешевая копия из Зары. Фу, Оливия Вайлд. Фу. Ужас. Просто кусок фольги от конфетки, понимаешь. Намотан на черную тряпку. Но Оливия у нас это просто Гузеева. Боже, я поняла секрет Оливии. Это Гузеева. Это Лариса Гузеева, дорогие мои. Нежные ковточки. Дальше. О, смотрите, какая вундеркинд. Боже, какой вундеркинд у нас тут. Обоиная тема. Максимум. Какие сережки на пол этого. Ну, вы знаете, вот хоть и жлободром, да, хоть и обоиная тема, гобеленщик. Но смотрится как-то целостно. Мне нравится, что шляпенция сруба. Оно так все нежно, чинно, благородно высматривается. Ну, четыре. Четыре из десяти. А так, конечно, ну, что я могу сказать. Как это петух на зоне. Петух на зоне. О, и опять ваша любимая рубрика. Ручки расставлючки. Ручки расставлючки. Вот такая летучая мышь. Понимаешь? Вот такая летучая мышь у нас. Вы посмотрите. Сейчас взлетит. Белка летяга. Такая. Белочка летяга. Понимаешь? Смотрите. Вот. Многие спрашивают. А что такое рука в летучая мышь? Я вам отвечаю. Вот он. Вот, смотрите. Боже. Такое этническое. Интересная этническая вещь. Такая. Такая. Жекеток. Жекеток на пуговках. Бархатный. Какая. Прямо это античное что-то. Это что-то. Секонда. Это что-то из башиного рынка. Боже. С такими принтами какими-то интересными. В общем. Ну, что я могу сказать? Ну, такая хлебосольная бабища. Дальше. О-о-о. А-а-а. Короче, ищите оригинал этих фоток. У него полностью голая грудь. Я ее затер. Но у него полностью грудочок там голый. И там сосочки. Вы видно. Короче. И она такая, знаешь. Типа. Йо-ху. Веселится и ликует. Вот, смотрите. Какой конфуз у всех вокруг. У мальчика аж вот это, знаешь. Грустный клоун. Девочка ржет. А она свои грудки им под нос. Целуйте меня в грудки. Целуйте. Вот такая тема у нас. Но она выглядит, как какая-то, знаете, старая порно-актриса. Старая порно-актрисочка. Следующий слад. О-о-о. Это нечто. Это уже MTV. Теперь у нас следующий шаг. Следующая дислокация. Это MTV. Смотрим. Боже. Посмотрите. Это такое мини какое-то. Идет у нас топик. И юбочка из латекса. И туфли, как у меня. Как у Шурочки. Супер. И латексные перчатки. Слушайте, неплохо. О, какая она. Боже. Это Вероника Степанова в лучшие годы. Это знаю. Переходила Вероника Степанова в солярии. Ха-ха, точно. Степанидзе в соляридзе. Ха-ха. Короче, что я могу сказать? Ну, класс. А, это Версачи, девочки. И мальчики, и не бинарные персоны. Это Версачи. Очень красивая фигурка. Точеная. Как у Шурочки. Парик. Я уже, я уже поняла. Я сниму это видео про парики. Сейчас, оказывается, у них у всех парики. У нее тоже парик. Видно по вот этим вот волосикам, что парик. Ну, парик, да и парик. Боже, пристали. Что вы хотите от людей? Вы же сами требуете от них хороших волос. Это вы виноваты, потому что вы требуете от них хороших волос каких-то. И вот такой искусственной красоты. Понимаете? Это вы виноваты. Поэтому бедные звездочки себе и клеят парики. Понимаешь? Так. Классно, но она выглядит, как будто, знаешь, вынесла магазин с цепочками. Цепочечки. Вынесла магазин с цепочками. Просто. Или такая, типа, из-под полы продает в переходе. Ныжные цепочки. И расстегивает пиджак. Дальше. О-о-о. Ваши любимые. Ваши нежные. Ваши обожаемые. Это, конечно же, группа Мьюз, друзья. Группочка Мьюз. Ваша любимая. Как же вы их любите? Посмотрите, какая они постаревшая. Боже мой. Солист уже просто дедок. А сколько ему лет? Пятьдесят. И они еще нормально, типа, выступают. Ну что, жизнь идет. Люди стареют. Что я могу сказать? У них первый альбом 97-го вышел. Шоу-биз или что там было. Ну, я что-то думал, что они так состарятся. Но они, конечно, одеваются очень кичево. А, и еще. У них такой, типа, анархия. И на рубашке, и на пиджаке. Короче, с ними были девушки такие. Где-то в инсте выложу. С ними были очень кичевые девушки. Там вообще их девчоночки. Дуже кичевые. Ноль из десяти. Ну, тут вообще, я даже не хочу начинать. Какие-то обвисшие барыги. О-о-о. Ну, такая золушка-фейка. Золушка. О-о-о, грудки как надавила. Сдавливающий. Сдавливающий эффект на груди у нее. И на голове такие пиптики нежные, понимаешь? Ну, такое ноль. О-о-о, Тейверсвифт. Тейверсвифт молодец. Очень дорогое, красивое платье. Аккуратное. Тейверсвифт очень аккуратная. Такая, знаешь, солдафончик такой аккуратный. Молодец, Тейверсвифт. Лучшая, лепшая. Эти камушки. Миллионы с десяти. Боже, как ее все хейтят, ненавидят. У нее столько хейтеров. Непонятно почему. Просто завидует ей. Вот и все. Очень круто. Молодец. О-о-о, степиздия. Стефания вышла. Так, вопрос знатокам. Скажите, а тот, который на дудочке доит и верещит. О-о-о, 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 о-о-о. Он брат, близнец, который в розовой шопенце. Потому что на этой фотографии они прям очень похожи между собой. Поэтому скажите, пожалуйста. Они братья? Они вместе? А вот этот, который с голым пузом. Лысый вообще такой, знаешь. Есть такой математик в ТикТоке. Задачи решать за седьмой класс. Ой, килым, килым. Килымок. А делайте мерч с килымком. Ну, только такой, как здесь. Килым вообще весь такой, знаешь. Я, кстати, думал, что он в татуировках изначально. А оказалось, что нет, что он килымочек такой. А вот эти с длинными волоснёй. А, им как-то упростили уже. Им такое что-то за ночь пошили. А этот дударик вообще, знаешь. То есть у нас двое в таких супернациональных костюмчиках. Килымок такой контемпорири. Этот бородач такой, типа, не при девах с голым пузом. Они, типа, медленно такие уходят. Уходят в контемпорири, девочки. Молодцы. Шляпочка эта розовая. Её просто начали производить все Алиэкспрессы. И продаются миллионными тиражами. Умнички. Миллион из десяти. О, смотрите, какая. Нераскрытый зонтик. Знаете, как зонтик? Нераскрытый. Нераскрытый зонтик такой. Ну, эффектно, эффектно, да, эффектно. Нераскрытый зонтик, это эффектно. Видите, как оно там, клинья, клинья. А как она в ней там ходит? Ну, понятно, как её вывели, расправили, она постояла и всё. Нераскрытый зонтик. Такое, знаю, как торнадо закручивается. Женщина-торнадо. Миллион из десяти. О, ваш любимый лук. Боже. Нагуляла. Что ты нагуляла, заюш? Ты хоть понимаешь, что ты нагуляла? Что ты нагуляла, зайчик? Ох. Ну, это нечто просто. Ужатка. Гипюровая, гипюровая, дрянная тряпка. Ну, она рокерша, наверное. Это гранж. Это типа гранж какой-то. Ну, какая-то, знаешь, нелюбимая кукла ребёнка, задрыпанная. У ребёнка, знаете, есть там любимые куклы, а есть какая-то кукла, которая там олицетворяет мать. Она вещь, она надорванная, голая, рваная такая. Она там, наверное, в детских ролевых играх какого-то негативного персонажа играет. Следующий слайд. О. Боже, какая пышка. Кондитерский мешок надорвался. Кондитерский мешок надорвался, понимаешь? Ноль из десяти. Боже, как я устал от этих шляп. Объясните мне, почему уже пять лет или даже больше нас надрачивают вот этой шляпой с висюльками. Сколько уже можно? Ну, и костюм из долларов. Ну, что может быть хуже? Что может быть хуже, чем костюм из долларов? Ну, или за сети? А вот, смотрите, какой. Боже, итальяшка-какашка. Посмотрите, какой. Краш. Наверное, девочки-подростки. Ну, нет, геи крашатся. Шир, такие девочки. Девочки-подростки, такой не. Геи все закрашивались просто. Ммм. Ну, так я шось, боже. Подумаешь, господи. Тёмный кучерявый бородатый. Сейчас таких миллиард просто. Ноль из десяти. О. Ты посмотри, Мюглер. Это Мюглер. Мюглер. До сих пор, видите, кто-то выходит в Мюглере. До сих пор люди стараются. Колготы и скетти. Интересно, а как оно подходит всем под размеры? Или нужно там прям заказывать? Май-то-менеджер. Или просто нужно мерить, и какой подойдёт, такой подойдёт. Ну что, круто, классно, что я могу сказать. Обтягивающая такая штучка. Она формирует фигурку красивую. Талию стягиваю. Ну, красиво. Молодец дизайнер этот, который в Мюглере. Придумал эту фишку на года просто. Миллион из десяти. О, бля. Ваше любимое платьишко. Боже, какое нежное. Боже, какое крутое. Какое сладкое платье. Надо видеть, понимаешь? Надо видеть это платье. Йоба. Так. Что у нас? У нас обтягивающий какой-то гольф бухгалтерский. Потом там кальсончики обтягивающие. И вот такой какой-то ромб перекушенный. Ужас. Ну, здесь, наверное, они работали на эпатаж. Скорее. Но выглядит, как вот этот мужской цветок. Антуриум. Только синего цвета. Что она хотела этим сказать? Ну, это, кстати, в Германии проходила. У них своя мода. Дюссельдорф. Видите? Шокирующая Азия просто. Ох. Но я не могу. Это какое-то... Как будто у акулы пасть открылась. Да? И из нее человек вылазит. Ааа, помогите, помогите. Следующий слайд. Боже. Опричница. Ну, вот это я в шоке. Посмотрите. Такая татуированная красотка. А сверху просто какой-то металлический передник. Мне не нравится. Ужас. Это реально какой-то кринж. Этот металлический передник. Ужас. Поплыли татуировки. Ну, типа, я не знаю. Вам нравится? Нравится вам такое? Ну, короче, посмотрите. Просто фартух мясника. Фартух мясника. Следующий слайд. Оу, ес. Боже. Шо это? Во-первых, оно какое-то поношенное. Боу. На бандаже. Такая, типа, курточка. С такими обрыганными крыльями. Крылышки Буша. Это крылышки Буша? Да? Крылышки Буша? Следующий слайд. Ну, это вообще, знаешь, фейка какая-то. О. А вот, смотрите. Она напечатала костюмчик, на котором рэперы. А, это Кенни Вест тут. Короче, она напечатнула костюм, на котором Кенни... А-а-а, я поняла. Звезды Давида. Короче, она сделала костюм с напечатанным Эминемом. О, Эминемом, боже. Кенни Вестом. И украсила цепочками со звездочками Давида. За его высказывания. Боже. Вот это да. Вот это... Вот это спич просто. Вот это выступление. Следующий слайд. О, все. Видите, нихуя хорошего на вашей ВМА. Теперь у нас рубрика... Этот... Игры престолов. Ваш любимый Момочка. В женской пижаме. Нравится вам такое? Нравится? Смотрите. Мома в женской пижаме шелковой. В леопардовых тапочках. Вот он, смотрите. Выглядит коузи. Аккуратненько. У него еще очки. Он плохо видит. Но он, видите, он из спортика превращается в быка. Ну, такой просто дебелый. Дебелый мужик крупный. С сиськами обвисшими. Такой, как тебе. Чаби, Чаби становится он. Чабунщик. Ну и женская пижамка. А вот он же только с каким-то супер пальтишком. Супер пальтовая нежнейшая вещь. И розовая какая-то бархатистая пальтишенская какая-то. Кринж. И вот оно. Мое любимое платье. Победоносное. Улюбленное. Боже, смотрите, это просто... Я не знаю, что это. Зеленое очко, из которого лезет головка женщины. А что с... Рукава. И рукава вот такие. Ну, это победоносное платье. Посмотрите. От кого этот дизайн? Что это за крутецкая вещь? Что это за хайп? А цвет какой зеленый. Такой, знаешь, тяжеловесный просто. Я в шоке. Ох. И просто рваная тюль. Знаете, как типа... А, у Королёвы была маленькая страна. И там всякие божьи коровки пели. Ну, короче, Королёва пела маленькая страна. И там вышло 50 деток в разных костюмщиках. Кто в доме, кто бабочка. И там они были в похожих костюмчиках. Назад в 96-й. Следующие. А, и тут я вам хочу показать резортную коллекцию Бальман. Посмотрите, сколько работы. Посмотрите, какое оно всё модное. Посмотрите, какие брюки. Посмотрите, какой класс. Посмотрите, сколько выше. Кутюр, кутюр. Бальман уже кутюр делает. Посмотрите, вот какой комбинезон охрененный. Посмотрите, вот какой он классный. Этот мужичок. И что я хотела? А, ну, когда заходишь на сайт Бальман, там просто футболки какие-то за 1 доллар продаются по 300 долларов. Я ничего не понял. Такого нет. И теперь у нас чёрная пантера. Посмотрите, какой контемпорери лук. Опять, ну, правда, опять эта шляпа. Но она хотя бы соломенная, знаешь. Смотрите, какой контемпорери лук. Такой классный сюртучок. Пальтишко с рукой. Пальтишко с рукой. Пальтишко с рукой. Это шляпа. И вот мое любимое платье. Боже, я уже, а я уже думаю, слайды заканчиваются. А любимое платье нет. А вот оно, мое любимое платье. Посмотрите, какой класс. Очень люблю это платье. Вот такой мужичок с маской ещё пришёл. С маску, с маску, понимаешь. И вот оно. Обожаю это платье. Очень красиво смотрится. Оно ещё и темнеет книзу. Миллиарды из десяти. Ну, просто бубочка. Ну, бубочка. Посмотрите, как аккуратненько. И мне нравится, что оно такое плоскенькое. Да, нет каких-то пышных форм. Но как оно красиво сделано. Простенько. Но в то же время элегантно. Вообще, а длина, боже, я восхищаюсь. С этим платьем. Лучшее платье. И вот у нас почему-то под конец опять. А, это не то вообще. Это не для вас. Всё, мои дорогие, мои хорошие. На этой прекрасной нотке мы заканчиваем. И вас очень люблю и целую. Сёмочки, бай-бай.